Здравствуйте! Я вот как-то рассказал о войнах в Африке, в основном о войнах в Африке XX века, о том, как они, скажем так, обогатили историю войн и военного искусства, особенно военного искусства. Ну и, честно говоря, большого-то обогащения военного искусства там не произошло. Ну, были бы определенные моменты, которые подтвердили, обозначили о том, что в отсутствии, скажем так, авиационной поддержки даже могучая армия проигрывает армии, так сказать, шпаны на автомобилях с пулемётами. Вот это, имея в виду историю в Ливии. Многие другие истории там были. И меня, наверное, вот посмотрев это видео, попросили поговорить о войнах в Латинской Америке. Видимо, от меня ждали рассказы про партизанские войны, про Эскобары, вот ещё что-то такое, про советско-американское соперничество, про вот этих вот партизан Че Гевары. Ну, вы знаете, на самом деле, как ни странно, южноамериканские войны внесли очень большой вклад в военное искусство XX века. Определили, скажем так, способы ведения Второй мировой войны, вы не поверите. Сейчас начну издалека. Значит, ну, собственно говоря, если опустить, если забыть, или если просто вот снять шляпу и отойти в сторону перед войнами, которые вели против инков, против ацтеков, вели испанцы, когда, значит, утверждались там в Южной Америке, то, собственно говоря, эпоха войн там началась с войны, которую вёл Симон Боливар. Симон Боливар вёл войну за освобождение Южной Америки от испанского, скажем так, вот, ига, да, так вот говорят, от испанской колониальной зависимости. Конечно, игом это не было, но, тем не менее, вот он такую войну вёл. Быть колонией они не хотели. Это было, наверное, лет через несколько десятилетий, после того, как не захотели быть британской колонией, североамериканские Соединённые Штаты. И Симон Боливар, конечно, себе представлял то, что после освобождения от власти испанской короны, это возникнут такие южноамериканские Соединённые Штаты. Ну, долгое время я ещё застал, когда США называли североамериканские Соединённые Штаты, так вот называли их, вот, Соединённые Штаты Северной Америки. А это были бы Соединённые Штаты, Южноамериканские Соединённые Штаты. Вот, но этого не получилось. Узрели вновь жители, освобождённые от колониальной зависимости Южной Америки, в Симоне Боливаре претенденты на диктаторские полномочия, такие вот бонапартистские тенденции, да, наполеоновские планы. И это не произошло. Распалась на много государств, Испанская Америка. Нужно сказать, что вот тут особняком стояла замечательная страна, которая называлась Бразилия. Она не была испанской колонии, она была португальской страной, у ней своя история. Вот, во многом более мирная. Распалась Испанская Америка. Границы, естественно, там были очень формально проведены, но это же было всё испанское, какая разница, где там границы провести. Начались конфликты между этими государствами. Много-много войн, мелких войн, крупных войн, очень кровопролитных войн. И так вот, с такой вот историей въехали в 20-й век. И вот самое начало 20-го века, очень интересная была вещь, ну, я так немножко с такой вот улыбкой про это говорю, началась между ведущими морскими державами Южной Америки, а это значит Бразилия, Аргентина и Чили. Началась гонка в области строительства военного флота. Ну, тогда опоры военного флота были броненосцы, потом после Цусимского боя вскоре были придуманы дредноуты, потом эти дредноуты заменились на сверхдредноуты. Вот так началась гонка. Заказывали, естественно, все эти постройки в Великобритании. И эта гонка закончилась с началом Первой мировой войны. Просто Британия перестала выполнять эти заказы, заказы гоночные, да. Ну, успели несколько таких вот линкоров построить или дредноутов. Один из них, их два, по-моему, было дредноута у бразильцев. Один из них назывался Сан-Паулу. И вот очень интересно, что в конце концов, естественно, Сан-Паулу оказался, ну, списан на металлолом. И его должны были для разделки, для превращения металлолома буксировать в Европу. И вот во время буксировки через Атлантику он бесследно пропал. Вот такая вот история. Представляете, пропал линкор. Но, правда, он был почти без экипажа, то есть на нём была команда буксировочная. Буксировочная команда, естественно, пропала вместе с ним. Затонул. Представляете, вот какая вот судьба у этого линкора. Где-то лежит сейчас над ней Атлантического океана. Где-нибудь глубоко-глубоко во влажной своей могиле. Вот. И вот, значит, дело было в самом начале 30-х годов. Две страны, Парагвай и Боливия, начали делить территорию. Дело в том, что вот там был регион, где не было, в общем, чёткой границы проведено вообще никакой. И вот они стали там делить. Уже много позже на этой территории были обнаружены залежи нефти. А в ту пору вроде как там они про них и не знали. Хотя, наверное, догадывались, что чем больше территорий захватишь, тем больше вероятность, что там когда-нибудь откроются какие-нибудь залежи полезных ископаемых. Но вот эта война была очень интересной. Велась она, значит, в джунглях. Обе стороны были вооружены винтовками в основном. Ну, знаете, вот нормальные винтовки. Винтовки Маузер покупались. Хорошие, современные винтовки. Значит, парагвайцам помогали, как военные специалисты, белогвардейские офицеры, иммигранты. Даже два белогвардейских генерала там у них служили. Ну, речь идёт о нескольких десятках. Человек 80, наверное, там было вот этих военспецов из белогвардейцев. А вот боливийцам помогали немецкие офицеры и генералы. Это был, напомню, период, когда, в общем-то говоря, ещё Германия была под санкциями, и военным развернуться в Германии было негде. А уж военные-то немецкие, это известное дело. Повоевать-то умеют и любят. И вот началась война. Вот в какой-то момент боливийцы перевооружили часть своей армии немецкими пистолетами-пулемётами. Вот это вот оружие, пистолет-пулемёт, было придумано, в общем-то говоря, в конце Первой мировой. Придумали его итальянцы. И итальянцы его придумали для того, чтобы устанавливать на самолёты. Значит, пистолет-пулемёт, он у них был двухствольный, спаренный. Старый стреляет пистолетными патронами, поэтому он лёгкий. Представляете, поставить спаренный станковый пулемёт на самолёт, он тяжёлый. А это лёгонькая вещь, всё-таки пистолетный патрончик. Но потом это оказалось, что для ближнего боя хорошее оружие. И вот оказалось, что вот эта вот армия продемонстрировала, ну, успешные действия. Это леса, джунгли. Дальность, вот когда встреча противника, когда они друг друга увидят, она как раз позволяла вести эффективный огонь вот из этого оружия. Они подавляли, скажем так, вот огонь из винтовок, винтовочный огонь. Всё-таки он медленно. Эти винтовки были с болтовым затвором, как у нас обычно называют сейчас любители пострелять. Вот, были с болтовым затвором, и поэтому они их успевали перестрелять. Ну, вообще-то говоря, пистолеты-пулемёты на войне уже к тому времени применялись. Знаменитый пистолет-пулемёт Томпсона, да, знаете, это американский. Он был в 21-м году, кстати, сконструирован. И первые эти Томпсоны, кстати, к году в 24-м уже попали в Советский Союз. Их через Мексику закупили, и где-то какие-то спецчасти им были вооружены. Вот это всё в те далёкие времена, да. Вот. Ну, считалось, что это какое-то бандитское оружие, действительно, для ближнего боя. Для настоящей войны нужны винтовки, но винтовки самозарядные. Винтовки самозарядные уже стали появляться. И у нас вот была самозарядная винтовка Симонова, не путать с самозарядным карабином Симонова, который много позже появился, был под другой патрон. Токарева появилась винтовка. У немцев были работы над автоматической винтовкой. У американцев, вот, кстати говоря, они перед самой-самой войной, после нескольких переделок, наконец, приняли на вооружение очень удачную автоматическую самозарядную винтовку. Она называлась М1 Гарант. М1 Гарант – это автор этой винтовки, так сказать, оружейник. Вот эти вот М1 Гарант, кстати говоря, единственная армия Второй мировой войны, Соединённые Штаты, обладали вот такой вот хорошо отработанной массовой винтовкой. У всех остальных какие-то всегда были вот замен, замен, заминки, затырки, что-то там вот не так. Так, всё, вот, вот, как-то вот, ну, может быть, не хватало мощностей произвести нужное количество, да? Вот, понимаете как, да, такая ситуация. Ну, так вот, по вот этим результатам войны-то, когда Сталину доложили, сказали, ну, это какое-то бандитское оружие, что мы будем вооружать армию вот этим бандитским оружием, каким-то, так сказать, гангстерским. Но, тем не менее, вот, встречались с этим оружием на полях, вернее, в лесах, да, Советско-финской войны. Там, действительно, дальности тоже, вот, огня-то, открытие огня небольшие. Вот, показали они свою эффективность. И, кстати говоря, и наша сторона их применяла. Вот, наша сторона ещё там применяла автоматы Фёдорова. Они, фактически говоря, по-современному под промежуточный патрон, под патрон японские Арисаки 6,5 мм. Ну, он облегчённый, японцы-то они маленькие были в ту пору, и у них, так сказать, чтобы поменьше была отдача. Вот, ну, вполне, вот, это было такое эффективное оружие, хотя автоматы Фёдорова, вот, наверное, их можно назвать одними из первых, которые, вот, предвосхитили вот эти вот оружия под промежуточный патрон. Вот, ну, до этого надо было ещё дожить. Вот, всю войну в основном воевали вот этими вот пистолетами-пулемётами. Они большую роль сыграли. Винтовка хороша, но из неё дистанция стрельбы. Пистолет-пулемёт маленькая дистанция стрельбы, ну, зато прям валом. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть, когда много автоматчиков, вот, они просто давят массой. У нас была такая тоже проблема. Хороший пулемёт. Вот, пытались его заменить, таким сделают пулемётишка, да, пистолет-пулемёт, только с длинным стволом. Ну, вот, не получилось. На вооружение его не поставили. Ну, я собираюсь с вами прощаться. Хочу напомнить, что мне деньги нужны. Помогите мне в радио всего святого. PayPal, международная система, Яндекс.Деньги, Киевый кошелёк. Самый любимый – это Сбербанковская карточка 3243, он у нас заканчивает все реквизиты Сбербанковского счёта, кому потребуется. Кошелёк ВКонтакте есть. Denotation Ilers, Бояршина ОБС. И ссылка на текстовый файл, где все эти реквизиты есть. Желаю вам удачи. Всех вам благ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok